Привет, друзья! Возможность создания подводной лодки рассматривалась еще Леонардо да Винчи, а первая деревянная весельная подводная лодка появилась в Англии в 1620 году. С тех пор это направление начало развиваться. Во время Первой мировой войны появились первые дизель-электрические подводные лодки с дизельным двигателем для движения на поверхности и электрическим для движения под водой. До этого субмарины работали только на бензиновых или керосиновых двигателях. К дизельному двигателю подключался генератор, который заряжал аккумуляторные батареи. Те, в свою очередь, питали электродвигатели. Но эти подводные лодки могли находиться под водой всего несколько часов, а затем должны были всплыть и снова зарядить свои аккумуляторы и пополнить запасы воздуха. К началу Второй мировой войны общее количество подводных лодок, ведущих морских держав, составляло почти 700 штук и с каждым годом это число только увеличивалось. Подводные лодки этого периода также не могли находиться под водой более нескольких часов и требовали всплытия. А дизельный двигатель не мог работать под водой из-за недостаточного запаса воздуха. В надводном положении подводные лодки становились легкой и беззащитной мишенью для противника. Поэтому стал вопрос, как можно запустить дизельный двигатель для зарядки аккумуляторов и для движения подлодки без полного всплытия. Для этих целей начали использовать шноркель, он же РДП, устройство для работы двигателя под водой, разработкой которого занимались еще во время Первой мировой войны. Устройство представляет собой выдвижную трубу с воздухозаборником и клапаном, который предотвращает попадание заборной воды в трубу. Субмарина всплывает на перископную глубину до 15 метров и воздухозаборник шноркеля поднимается над уровнем воды. Вопрос подачи воздуха для дизельного двигателя и вентиляции решен. Кроме этого, шноркель имеет и вторую трубу с глушителем для выпуска выхлопных газов. Выхлопные газы также могут выпускаться и в подводном положении через специальные рассеиватели, которые разбивают большие пузырьки на сотни более мелких, для того, чтобы бурлящая на поверхности вода не демаскировала субмарину. В 50-х годах появились первые атомные подводные лодки, которые могут находиться под водой по несколько месяцев, пока не закончатся продукты. Но и на них устанавливается вспомогательный дизельный двигатель и для его работы также предусмотрен шноркель. В настоящее время существуют подводные лодки с воздухонезависимыми энергетическими установками разных типов. И такие субмарины также могут не всплывать долгое время. К тому же, некоторые из них превращают химическую энергию в электрическую без процесса горения или механического движения. Это все происходит бесшумно и с полным отсутствием выхлопных газов. Кому понравилось видео, с вас лайк и подписка. Ну а я пошел искать новые интересные и необычные факты. С вами был Алекс Моас. Спасибо за просмотр. До новых встреч!